итак ребят всем привет сегодня у меня очередной выход копаем мы сегодня в том же месте где в прошлый раз фундамент который у нас с масонами был вот с реликвиями двадцать пятого года копеечка и между прочим еще были и наземные монеты до революции сегодня я копаю один юрец который в прошлый раз со мной здесь присутствовал он задерживается возможно подъедет чуть позже хотя не знаю сегодня не созванивались но вчера он горел желанием приехать покопать ну начало свое видео связи с тем что у меня находка появилась находка в принципе приличная я уже видел что это монета и монета царская в руки я еще конечно и не брал но по рельефу я разглядел что это империя образца николаевского формата ну сразу приступим к рассмотру монеты монет у нас зеленая вот на у нас лежит очень большой сильный зеленый окисел это нас две копеечки год не разглядеть первая находка и первый царик это радует очень радует что не советик хоть я не привели жениц таким вот суевериями но все равно первая империя вот такая зачетная ну ладно продолжаем находки я думаю будет всего-навсего я сделал несколько штыков лопаты вот этот уголок я выковырял где-то наверно два штыка стопудового выковырял выкинул на отсыпку отсыпку я делаю в ту сторону чтобы закопать прошлую яму и она у меня сравняется с фундаментом то есть по окончании коп я конечно покажу результат моей работы то есть за собой я всегда закапываю все но вот такая монета выкопал две копеечки я думаю очиститься будет неплохая а так конечно видно что это две копейки николаевского формата ну все продолжаем итак у меня очередная находка но начнем с этого ко мне юрец подошел юрец помахай ручкой находок пока у него нет поменял он снова катушку поставил вот маленькую ходил он со стандартный что-то тяжеловатым говорит ему с ней но я хожу со своей со своей стандартной катушкой результаты есть у меня находка и находка это у нас пятачок советский пятачок все посмотрим какого года просматриваться 31 старый герб 31 года пятачок до этого я еще поднимал вырубыш из царской монеты но я не разобрал что за монетам и еще советская трешечка было 70 какого-то года не буду ваш взор отнимать на такие находки буду все снимать то что связано со старыми советами или с империей ну ладно продолжаем ну что закончили мы с этим шурфом шурф выдохся полностью находок уже практически часто никакого нету юрца у меня тоже находок нету вот и решили мы здесь все-таки оккультурить сейчас немного присыпем и свалим на другой фунтик надеюсь найдем такой же подходящий хороший фунт хорошие находки нас здесь были если вы помните по прошлому видим здесь мы подымали и масонов вот крупного размера и раритеты вот так что переедем мы на другое место может быть и перейдем вот вот такой у нас здесь разработка была перешвыряли практически все сейчас все это напросто засыпем юрец он отчаялся находок нет так что будем закругляться ну ладно продолжение видео конечно же будет на этом и закончу так ребят с нашего места у нас прогоняют здесь местный какой-то объявился зам полиции вроде как что-то непонятно сейчас он подойдет и мы с ним пообщаемся пообщаемся в прямом эфире кто он такой я сейчас тебе знаешь что сделаю товарищ ты имеешь право снимать вообще ты имеешь право снимать и имей чет какой твой участок покажи документы что это твой участок и дядя покажи пошли пойдем пойдем покажешь документы именно на этот участок пошли пошли мы сейчас я сейчас свидетель не тебя вы понял заинтересовал давай живей до разберемся вот такие вот у нас есть подонки ну ладно продолжаем и так ребята плюнули мы на это дело останемся мы продолжать будем копать если приедут сотрудники милиции пообщаемся с ними мы закон никакой не нарушаем вот пообщался я сейчас еще с одним местным коренным жителем баб зина и она сказал что этот человек неадекватный болел был парализован а парализованные сами знаете одно полушария не работает и человек практически существует нездоровым образом жизни но продолжим посмотрим приедут сотрудники милиции или нет вы об этом конечно узнаете повторюсь закон мы никакой не нарушаем мы не на его частной собственности не посягаем не ночью собственность между прочим все здесь заброшено все брошено в дома мы не заходим в общем поживем увидим продолжаем копать находки будет вы об этом узнаете смотрим итак ребят приехали сотрудники милиции мы сейчас будем с ними общаться если что-то надеюсь плачевного ничего не будет мы сейчас придем смотрим итак ребята в общем и пообщались сотрудниками милиции вот в принципе мы все обговорили все утрясли к сожалению наши данные записали для себя но по добру по здорову мы решили все-таки уехать сейчас они нас сопроводят чтобы мы выехали от этого места разъяснили нам все про все как и что нужно делать в данном случае если едем копать то необходимо согласовывать с это с местной администрации вот но все же мы сейчас соберемся и отсюда тронем вот так вот у нас закончился коп на этом месте сейчас мы передвинемся в другое место вот и там останемся и продолжим свой коп ну вот так вот получилось вот так вот ну жаль конечно но ладно что не бывает закон есть закон и так ребята сегодня мы столкнулись с сотрудниками полиции впервые вот все обошлось слава богу сейчас я немножко расскажу что у нас там произошло все началось из-за местного жителя который был приезжий в общем он был недоволен то что якобы мы на его участке копаем хотя это было не так вот в общем оказалось что дед немножко больной с головой у него не общался с мест вот с местной жительницей я общался с тетей нади какой-то вот и в общем дело получилось так что он вызвал сотрудников полиции мы продолжали заниматься своим делом разрабатывали там шурф вот но не на его участке повторюсь вот и буквально через полчаса прискакал автомобиль него вот и там два сотрудника милиции 22 2 капитана в общем парни оказались нормальные с понятиями мы с ними пообщались объяснили что мы никакой противоправной деятельностью не занимаемся закон никакой не нарушаем не копаем не на памятниках не могильниках в общем не затронули никакие статьи то есть памятки мы вообще природные памятники памятники архитектуры в общем мы ничего не делали вот тем более я узнавал это территория не является природным памятником то есть там можно было копать и мы продолжили и вот такой вот результат был один опыт моих друзей комрадов практически том же районе не копали у них конечно все обошлось куда куда серьезней их забрали в отделение милиции вот но у нас обошлось нормально правда записали наши данные ну мы конечно не могли отказать им в этом пришлось указать данный но протокол никаких бумаг мы не заполняли ничто не подписывали в общем обошлось все мирным путем повторюсь сотрудники милиции оказались с понятиями я им объяснил что это даже не частная собственность потому что не огорожено ничто как минимум на этой территории существовали люди где-то лет в 60 лет назад они конечно из любопытства поинтересовались что копаете что находите мы конечно сказали что попадаются советские монеты чермет собираем на всякий случай у меня в хабарнице были на этот случай монеты советской эпохи которые не превышают 100 летней давности повторюсь закон гласит что если находка является вековой давности сто лет это означает что вы являетесь нарушителем закона но в данном случае мы перестраховались набрали чермета сложили все это вот вот так вот у нас сегодня получился коп не очень-то он результативный из-за этого на шурфе я поднял всего-навсего там три-четыре монеты хотел добить этот шурф который разрабатывал вот и в общем получилось вот так в эту деревню теперь нам ход закрыт дабы больше не встречаться сотрудникам милиции это вам урок ребята скрывайтесь поменьше чтобы вас видели местные жители им в принципе не понравилось что здесь неизвестные люди стоит работает машины стоят так что вот так вот скрывайтесь не нарушайте закон и в принципе все будет у вас нормально проблем не будет я больше всего беспокоился что заберут прибор составит протокол до выяснения обстоятельств ну в общем немножко я это побаился вот этого случая но все равно ну а так все вам на урок запомните такую чтобы вас такого больше не встречалось на чужом опыте ну ладно продолжаем свой коп едем на другое место итак ребят приехали мы в одно местечко ехали в одно не нашли его что-то gps навигатор у нас не определил это место мы как-то там были но дорогу не запомнили и ехали по лугам по дороге и увидели горелое распаханное место и решили проверить как там у нас может быть находки будут потому что в свое время здесь вот у нас вот деревня и и один старый дед мне рассказывал что деревня была дальше вот до тех вон лесов которые верхушки торчат вот он говорит вплоть до туда была деревня не знаю трава была высокой в том году мы сюда не залазили но сейчас проезжаем и я вспомнил этого деда здесь у нас все сгорело вот пожарище было огромное и вот сейчас все здесь сгорело и хотим попробовать может быть находки будут потому что проходили сейчас кирпич кое-где валяется но его немного сопутки практически вообще нету ну хотим испробовать но скажу вам ямки там у нас присутствует кто-то там уже исследовал это место так что надеюсь и нам повезет если тот парень находил то есть исследовал надеюсь и нам тоже удача улыбнется и мы все-таки про узнаем про новое место вот так что смотрим итак ребята то что мы здесь вот гуляем по этому полю находки есть правда совете на но все же мелкие совете на я вам не показываю даже смысла нет в основном все советы в квадрате сороковые тридцатые и пятидесятые годы вот у нас оттуда вон как вы видите дует ветер и идет сильный такой черный непонятно что дождь будет может быть не знаю наверное заранее случаем буду заканчивать в машине ну а у меня находка находка у меня очень довольно таки интересная вот такая круглая штука не знаю что это такая накладка вот но довольно таки интересно имеется орел как видите вот такой-то орел орел не наш похоже какой-то на я не знаю хотя на австрийский какой-то похож орел вот такая вот накладочка интересная что это такое хотел бы у вас узнать может кто встречал или знает подскажите что это такое довольно таки интересный любопытный экземпляр довольно таки хорошем состоянии когда почистится вообще будет шикарная накладочка вот так вот ну ладно находки будет я вам обязательно покажу что у меня здесь на этом поле еще вылезет продолжаем итак у меня очередная находочка и находочка у меня пуговка пуговка орлянка я его достал посмотрел по числу решил все-таки вам показать ее вот так вот образца пуговка ничего особенного даже имеется дефект когда нагломалась ухо то и небольшой кусок отвалился вместе с ушком ну а так ладно продолжаем итак у меня очередная находка находка вот какого плана это у нас советский советский пятачок 1951 года были еще у меня находки которые не снимал я вам сейчас покажу находки вот какого плана поднял я такую бутылочку микстурная ну и по находкам так это я вам показывал и вот так вот по советам совета в основном периода тридцатых по пятидесятые года щитовички вот больно в принципе ничего интересного двадцатка тридцать шестого года пятнашка сорок пятого вроде ай фокус когда-то пропал сорок шестого ну и все остальные монеты тоже такого же периода все в квадрате все в квадрате все в квадрате такие вот у юрца у юрца не особо вон он гуляет у него атпро гард не получается у него у него одна пуговка орлянка и на этом все ну ладно продолжаем продолжаем находки в принципе есть кстати вот такая вот еще лепута самая первая выпала по этой штуке я понял что здесь жилое если бы не она то может быть мы уже давно бы свернулись и уехали отсюда это самый первый сигнал это у нас рукоять от самовара ну ладно продолжаем так ребята у меня находка я знаю что это классная находка вот рядом со старой ямкой я не знаю какой период ямки прошлогодний и вот в этой рядышком прям буквально у меня вот находка вот так вот не часто увидишь монету торчащая так что это у нас классно это большая монета павел первый две копейки две копейки две копейки тысяча 801 как всегда монета испорчено имеется зубцы ну вот ребят кто-то со мной спорил что якобы это монеты для вычесывания вшей и все такое ну какой вот как вот вычислить вот такой вот монетой пши все монеты у меня имеет зубцы именно со стороны орла или живот вензеля это сто процентов у меня их уже не один десяток имеет вот такие вот нарезки причем бывают разные по длине разные и между собой и это монеты я склоняюсь что это игровая монета как раньше я помню в свое время детства мы делали из пробок чики назывались вроде как из пивных вот а это бы делали из монет то ли беточки от назывались то ли как вот я склоняюсь к этому варианту что вот эта монета является игровая а ваше какое мнение хотел бы узнать потому что много всяких высказываний что это вроде как медь выпиливали специально чтобы скотину лечить кто говорит это у нас ши ну кто чё говорит а ваше какое мнение я вот хотел бы узнать кто к чему склоняется я понимаю есть заготовки которые делают тесто резы шпоры вот но в данном случае я склоняюсь что это игровая монета хотел бы услышите ваше мнение ну ладно продолжаем две копейки павел 1 1801 классная монета жаль что вот имеет зубцы а так сохран суперский ладно продолжаем так у меня находка и находка вот какого плана это у нас большая конина в принципе в хорошем таком состоянии у меня наверное уже наверно с десяток тоже таких же конин я вам покажу именно откуда такая использовалась конина это на узде в общем я вам покажу картинку буду прилагать и вы узнаете что это за конина и где она у нас в упряжке было а так ладно ладно продолжаем время у нас есть еще немножко покопаем итак ребята закончу я сегодняшнее видео коп на такой ноте как обычно буду делать видео обзор сегодня работал у нас а ты про город со стандартной катушкой находки сейчас я вам покажу надо успеть у нас он там он идет основа ужасная погода вот ну с находками у нас получилось вот так вот начну пока вот с такой вот ерундой декоративная красивая судя по всему какая-то латунь такой вот зачетный прям я даже не знаю что это похож на крест но не знаю очень такая приятная вещица жаленую шмякнул по цвету у нас это латунь ну вот зачетно такая вещица жаль конечно поломано колечко колечко обычная не знаю на мизинчик на девчачий монетка совет в квадрате вот такая пуговка пуговка орлянка называется в принципе такая зачетная зачет находочка вот такая вот цыганская серьга это у нас серебро серебряная и вот такая царская зачетная монета 1915 года сохранчик неплохой классно ну такая вот лобудень это нас от самовара верхняя часть центральное отверстие это вот у нас через нее выходила труба ну и такой пузырек вот таких вот штук я сегодня наверное из десяток поднял тоже не снимают шмурдяк вот так вот ну ладно это у нас повторюсь от и про город а сейчас мои находки и так ребят ну а сейчас свои находки вам сейчас покажу у нас вообще очень такая чернота идет я не знаю через минут наверное 10 точно ливанет надо быстренько и все это сделать по находкам начну со шмурника вот такие две зачетные подковы классные а вот такой тюбик бутылочка повторюсь бутылочка а то один меня откритиковал подписчик это у нас бутылочка от микстуры затем вот такой ключик взял его потому что он такой зачетный резной может быть как-нибудь пригодится конина конина и вот такая штука фотографию к видео я приложу очень забавная такая интересная штучка классная накладочка от начата самое главное это не наши царей так затем вот такое кольцо это у нас точно кольцо потому что по всему имеется у нас однородный такой рисунок как вы видите это у нас колечко не знаю что за спад такой еще одно колечко вот такой вот тоже красивое было кольцо вот такая вот вещица от самовара у юраца верхней части у меня вот ручка от него цепь поднял на шурфе от которого нас сегодня прогнали пуговка орлянка обломок колокольчика тоже поднял на шурфе по царям у меня получилось вот такие вот зачетные две копеечки 1801 года павел первый ну и как всегда как вы видите имеется вот такие вот отвратительные зубцы жаль конечно две копеечки это у нас шурфа поднята возможно это 1912 года вижу на последнюю двоечку вот такой пятачок тридцать первого такой пятьдесят первого двадца . затем вот такие вот трешка трешка пятнашка пятнашка два червонца три двушки и две копеечки вот такие вот у меня сегодня находочки ничего особенного сегодня но все же без находок а сегодня не остался так что вот такие вот у нас результаты ну все буду заканчивать я свой коп копали мы сегодня в одной деревушке оттуда нас товарищи милиционеры прогнали то есть полица и прогнали и мы поехали полями по одной деревне но не добрались и увидели здесь вот горелое поле и по горелому полю мы погуляли и вот такие вот у нас зачетные находки так что чуйка у нас не подвела думали что здесь находится у нас деревня так она и было к сожалению ямки были от лопат кто-то ходил но все же все же находки были ну ладно все всем пока и удачи подписывайся на канал кто не подписался жду вас в гостях ну и делитесь видео со своими друзьями удачи на копе удачи 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 Продолжение следует...